В эфире новости губернии. В студии Татьяна Потоцкая. Здравствуйте. И сначала коротко о главных темах выпуска. Праздник на Земле, в небе и даже выше. Как в регионе отметили День народного единства, поздравления из космоса и самые яркие моменты в нашем выпуске. Положить на лопатки, выполнить бросок через плечо, атаковать ударом головой. В Тольятти завершилась неделя боевых искусств о самых сильных людях России и самых юных богатырях. Наш репортаж. Вся ночь для искусства наши корреспонденты сами. С усами Сальвадора Дали прошли квест в художественном музее, написали свою картину и изучили всю культурную программу для тех, кому не спится. 30 тысяч человек авиашоу и поздравления из космоса. В Самаре отметили День народного единства. Все желающие смогли сдать нормы ГТО, сыграть в футбол, примерить национальные костюмы, увидеть вооружение силовых структур региона. Дождь торжествам не помешал. За кульминацией следили уже в воздухе. Пилоты ЦСКА УВС на вертолетах Ми-8 и Ми-2 показали фигуры высшего пилотажа. Наши корреспонденты тоже окунулись в атмосферу праздника. Национальные песни и танцы на одной сцене в День народного единства. К всероссийскому празднику присоединились десятки тысяч самарцев плечом к плечу, как одна большая семья. Многие приехали из соседних городов и сел. Несмотря на то, что сейчас происходит в мире, я думаю, что люди все-таки должны быть оплаченными и не подаваться на различные провокации, которые сейчас происходят. Вся Россия вместе объединяется в такую большую семью, что показывает, какие мы дружные. И вместе помним тот день, когда мы победили Германию. День народного единства вот так широко в стране и в Самаре отмечается уже в десятый раз. Поздравить жителей областной столицы приехал губернатор Николай Иванович Меркушкин. За кубок единства в футбольном матче боролись две команды – регионального правительства и Дома дружбы народов. Вот молодец, молодец. Не только подержать в руках, но еще разобрать и собрать боевое оружие, сдать нормы ГТО и получить значок. Все это на десятках интерактивных площадках. Хорошо, что очень много народов, детьми. Всем очень интересно. Содержательные выставки. Есть что посмотреть, что ребенку показать. Великолепное настроение. Замечательно. Что нравится? Нравится все. Лица такие добрые, веселые, хорошие. И хочется, чтобы так было всегда. Праздничный митинг начинается с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе над Синаем. День, который объединяет в горе и в радости поздравления из космоса членов экипажа 45 экспедиции МКС Олега Кононенко, Михаила Корниенко и Сергея Волкова на большом экране. Кульминация большого праздника, несмотря на сильный ветер и начавшийся дождь, авиашоу. В небе показательные выступления пилотов ЦСКА ВВС, победителей различных соревнований. Фигуры высшего пилотажа. Разворот на 360 и 720 градусов на горке, воронка, вертушка, разлет в форме тюльпана. Пилоты, действующие чемпионаты мира, делали на высоте 150 метров над Волгой. На смену вертолета Ми-8 и Ми-2 на выполнение мертвой петли вылетел легендарный бомбардировщик времен Великой Отечественной войны. По-2. Эмоции переполняют. Замечательное, конечно, авиационное шоу. И несмотря на то, что дождик все равно и радуга, я не знаю, все так здорово. Я чувствую, что Россия, она сильна, она велика. И вообще мы вместе. Это самое главное. Мы благодарны Путину и Меркушкину Николаю за возрождение патриотизма. Здесь и спорт. Сейчас приходят молодые люди, как бы тоже пробуют свои силы. Это очень хорошо. Очень мы благодарны. Виталий Портнов, Ольга Павловская, Вячеслав Потоцкий, Дмитрий Столяров, Александр Ерофеев. Новости губернии. Сразу после состоялся торжественный прием. Награду получили десятки человек. В этом году, как отметил глава региона, было сделано немало для повышения конкурентоспособности области и в целом России. Самые уважаемые люди региона в зале тех, кто помогает область вывести в лидеры и повысить ее конкурентоспособность. Приветственные условия глава региона подчеркивают. К этому празднику в России стали относиться особо, учитывая и геополитическую обстановку. Люди наши поддерживают проводимый курс президентом страны, поддерживают все то, что делает сегодня руководством страны. И не только поддерживают, но и они сами активно готовы участвовать в самых различных мероприятиях, которые инициируются сегодня руководством страны. Особая роль отводится Самарской области. В прошедшем году, говорит глава региона, было сделано немало. Лучшие сотрудники разных отраслей получают награды. Почетным знаком за труд во благо земли Самарской награжден и наш коллега, руководитель группы телеоператоров ГТРК «Самара». Воливьян Глебович Введенский на телевидении уже 56 лет и продолжает работать. Вообще в числе награжденных, как и первый вице-губернатор, так и промышленники, работники сферы медицины, образования, все подчеркивают, что и дальше готовы помогать развивать область. Мы приложим все силы вместе теперь с двумя министерствами. Министерство образования и Министерство сельского хозяйства. Спасибо еще раз. Селу не дадим умереть. Спасибо, Николай Иванович. Селу и агропромышленному комплексу региональной власти уделяют большое внимание на особым счету и образование. Лучшие учителя России из Самарской области. Сейчас идет процесс объединения вузов, создания «Гагарин-центра» и «Центра одаренных детей». Все для того, чтобы в целом повысить конкурентоспособность области. Удалось сохранить лидерство и в космической отрасли, подчеркивает губернатор. Первая ракета-носитель, которая отправится с космодрома «Восточный» – Самарского производства. Как бы сложно ни было сегодня на рынке, «АвтоВАЗ» снова заявляет о себе как лидер российского автопрома. Мы активно развивали социальную сферу, особенно строительство жилья, где мы когда-то отставали, 5, 10, 15 лет назад строили мало. Мы за эти три года увеличили вдвое объемы строительства жилья. И по темпам роста строительства мы первые в Приволжском округе. И на душу населения сегодня мы вышли в первую тройку. И самое главное, может быть, мы в этом году преодолеем порог. 2 миллиона квадратных метров жилья – это такого объема жилья в Самарской области никогда не строилось. Главный федеральный инспектор по Самарской области отметил, в этом году в регионе подготовлено много мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. От имени руководителя администрации президента России он вручил награды за подготовку торжеств. Медаль получил Николай Иванович Меркушкин. Работе с ветеранами в регионе сейчас уделяется большое внимание. Ольга Павловская, Алексей Вельмискин. Новости губернии. День народного единства отметили в каждом уголке области. Сценарий похожий. Митинги, выступления народных коллективов и, конечно, угощения. А праздники, которые объединяет в нашем сюжете. Чуваши, татары, мартва, армяне и русские. И многонациональный праздник. Один на всех отмечает большая страна. В Борском районе подают чак-чак и учат ткацкому промыслу. Мы единственная страна, которая имеет столько национальностей и народностей. И столько веков мы живем вместе. Мы обмениваемся и кулинарными какими-то изысками. У нас очень много перекликаются народные национальные костюмы. Даже слово «единство» – это объединение всех людей. Поэтому я не думаю, что люди должны подразделяться по национальностям. Ну, конечно, национальность – это свои традиции, свои обычаи. Что интересно, узнаем друг о друге много. И вот именно вот в эти праздники. В Сызрани размах праздника шире. Весь город собрался на центральной площади. Праздник замечательный. Мы очень любим этот праздник и всегда ходим сюда, на площадь. Выразить солидарность со всеми людьми нашего города. Похожий сценарий и в Отрадном. Что за праздник такой, страна отмечает уже 10 лет. Жители города плеснули знаниями истории. 400 лет назад Москву освободили от польских захватчиков. Я считаю, что единение народов – это очень важно в нашем государстве. Поэтому обязательно нужно праздновать его. Просто побыть семьей, прогуляться, сходить отдохнуть, посвятить своим родным и близким. Все-таки день единства идет от семьи, а потом уже… А потом уже объединяет всю страну. Народные гуляния в выходной день среди рабочей недели прошли в каждом уголке губернии. Нина Ванина, Новости губернии. Флаг вахта Героев Отечества прибыл в Самару. Привезла его делегация из 18 человек. Это ветераны боевых действий и члены Российской ассоциации героев из разных регионов страны. Областная столица принимает участие в акции. Впервые вахта продлится несколько дней, а завершится участием героев в Параде памяти на площади Куйбышева. В Самаре встречает состав с почетными пассажирами. 18 ветеранов боевых действий, герои России и Советского Союза приехали рассказать молодежи о том, что такое подвиг. Две недели назад они были на Алтае. И вот впервые приехали в Самару по просьбе губернатора Николая Ивановича Меркушкина. Мы с большим удовольствием прибыли на героическую, самую настоящую российскую, волжскую землю. Приехали работать, поучаствовать в параде, 74-й годовщина парада 7 ноября 1941 года в Куйбышеве состоялся. Вахта героев Отечества проект Российской ассоциации героев стартовал в 2012 году в Рязанской области. За это время на флаги, которые привозят делегации, появились названия 23 городов, в том числе и Самара. Сегодня, представляете, Самарская область дала 318 героев социалистического труда. Мы сегодня имеем 259 героев Советского Союза и 48 героев Российской Федерации. Наверное, это один из самых высоких показателей в стране, среди регионов страны. И то, что сегодня Самарская область стала точкой притяжения для героев России и Советского Союза, практически со всей Российской Федерации, для нас это очень почетно. В сквере Дмитрия Устинова участники акции возложили цветы к бюсту героя Советского Союза, а затем отправились на площадь славы и ознакомились с планами по реконструкции и возведению комплекса «Гордость, честь и слава Самарской области». После сегодняшнего посещения ряда музеев, ряда вот таких знаковых мест, приходит понимание, что в России нет мест, где нет патриотизма. И очень часто ловишься на мысли, что есть земли, рождающие героев, и одна из них это Самарская земля. В Самарской области гости проведут уроки мужества для курсантов, военно-патриотических клубов, студентов и школьников. Для молодых людей эти встречи, по мнению гостей, станут духовным познанием самих себя, истории страны и бессмертного подвига ее героев. Татьяна Пудова, Александр Ерофеев, Новости губернии. Пятый юбилейный парад памяти состоится 7 ноября на площади Куйбышева. В этом году он посвящен героям России и СССР. Участие в нем примут делегации из всех регионов Приволжского федерального округа, а также гости из Тюмени, Забайкальского и Приморского края и полуострова Крым. Парад условно разделен на три части – историческую, техническую и военную. Завершится парад реконструкции битвы за Москву. В этот же день с площади Куйбышева стартует марш-бросок до Воронежа. А почетными гостями станут народные артисты СССР Василий Семенович Лановой и герои Отечества из соседних регионов. Они приехали в Самару в рамках всероссийской акции. И помимо участия в параде проведут уроки мужества в школах Самарской области. В прямом эфире парад памяти покажет телеканал «Губерния». Начало трансляции в 12 часов. В Тольятти завершилась неделя боевых искусств. Медали с непобедимой державой увезли 700 спортсменов. А незабываемые впечатления – все 6 тысяч участников. О том, как соперничество рождает дружбу – в сюжете Дарьи Болговой. Соперники над татами – друзья по жизни. Султан и Миша отрабатывают самые сложные элементы, которые через пару минут предстоит показать на сцене. Непобедимые державы оба уходят с целым набором медалей. По четыре у каждого. Есть возможность подраться с соперниками, выяснить, кто сильнее. Радость какую-то, немного экстрима, потому что неожиданно. Когда особенно выходишь на татами, какую-то неожиданность ощущаешь, когда выигрываешь. На сцене, как взрослые, упражнения такой же сложности, но за кулисами кименом маленькой каратистки все равно поправляет папа. Непобедимая держава за годы своего существования открыла уже немало талантов. А для юных спортсменов это еще и возможность взять урок у гуру боевых видов спорта. Годы тренировок, месяцы подготовок и вот награды, разыгранные призерами непобедимой державы, стали 700 спортсменов. В течение шести дней они ломали стереотипы, ставили рекорды и доказывали себе и зрителям невозможное возможно. Особенно если речь идет о спартакиаде боевых искусств. Элементы трекинга от звезд этого вида спорта, кажется, уже разрушили все представления зрителей о гравитации. Бой с тенью от самых маленьких и уроки самообороны, от самых опытных. Организаторы обещают дальше больше. В следующем году спартакиада отмечает десятилетие. Сюрпризы и по смысловой теме, и по теме событийной. В этом году уже, скажем так, кое-что удалось сделать. На следующий год, я думаю, что получится пригласить к нам еще более интересных и неожиданных гостей. Непобедимая держава спартакиада третья по масштабу в стране. Это возможность юным спортсменам выйти на новый уровень, познакомиться с кумирами и открыть для себя новые виды спорта. Дарья Болгова, Борис Кислицын. Новости губернии Тольятти. Один раз в году персонажи картин Сальвадора Дали оживают, а посетители музеев сами становятся художниками, осветителями и непосредственными участниками всего происходящего. Интерактивная программа, необычные экскурсии, квесты. В ночь искусств в Самаре не до сна было и нашему корреспонденту Татьяне Пудовой. Художественный музей на одну ночь стал мастерской испанского художника-сюрреалиста. Пожалуйста, высокий. Спасибо. Такие усы дают каждому посетителю не случайно, ведь по мнению Сальвадора Дали, именно они являются антенной для восприятия искусства. Самые стойкие посетители принимают участие в квесте по залам музея. Здесь зрителям предлагают с помощью мелка и с закрытыми глазами попробовать нарисовать портрет Сальвадора Дали. Всероссийская акция «Ночь искусств» проходит в третий раз. Она охватила более 70 регионов страны. Этот формат привлекает гораздо больше людей, особенно молодых, возрастает посещаемость наших театров и музеев. Это очень хорошо, потому что мы привлекаем людей туда, где они могут прикоснуться к прекрасному и как-то, может быть, через это изменить самих себя тоже. Но помните, сами по себе мы ничего не значим. Не мы важны, а то, что мы храним в себе. В спектакле М451 по мотивам Романа Брэдбери встречает зрителей в эту ночь музея Алабина на сцене сотрудники самарских музеев. Большинство зрителей уже увидело, что мы показываем современное общество, где именно у каждого на слуху только марки автомобилей, марки телефонов. И этим произведением просто я захотел подчеркнуть, что моральные человеческие ценности встают чуть ли не на последний ряд. Здесь же любители живописи могут посмотреть выставку. Из Крыма с любовью. День единства, день народного братства. И, соответственно, мы с вами видим совершенно нетрадиционную художественную выставку. Здесь нестандартные, необычные для нашего самарского взгляда картины. Особая программа и в музее Модерна – предпремьерный показ выставки «Авангарда». При входе в зал кажется, что не хватает освещения. На самом деле все продумано до мелочей. Подходим к картине, включаем фонарик и рассматриваем все детали. Так мы не пропустим ни одного произведения искусства. Главная тема – год литературы в России, поэтому здесь повсюду звучат стихи от картонных поэтов. Большое количество людей, все ходят, гуляют, обменяются впечатлениями, где что видели. Поэтому задуманное три года назад событие в этом году, мне кажется, в полную такую меру заработало. Фантазии нет предела, оживают не только картины. Даже фасады музеев в эту ночь стали инсталляцией. Татьяна Пудова, Игорь Лунев, Новости губерния. Впереди еще один сюжет и прогноз погоды. У меня на этом все. Увидимся. Престижная работа и карьерный рост. Для этого Ларисе Ведениной пришлось переехать в другой город. Однако связи с друзьями и семьей она не теряет. Общается с ними ежедневно по телефону. Так вышло, что мне пришлось переехать, а все родственники и друзья у меня остались в родном городе. Но я не чувствую разлуки с ними. Мы каждый день созваниваемся. По стационарному телефону это выходит недорого и связь хорошая. Просто у меня выгодный тариф. Сегодня телефон дает возможность быть рядом с близкими даже на расстоянии в сотни километров. При этом стационарная связь не теряет популярности. В 26 населенных пунктах области абоненты Ростелекома имеют возможность выбирать тарифный план на услуги местной телефонной связи. И уже много лет самым популярным остается повременный тариф. Сколько наговорил, за столько и заплатил. Учитывая популярность и востребованность этого тарифного плана, оператор связи предложил своим абонентам возможность еще больше общаться со своими друзьями и родственниками по всей стране по привычным ценам. У нас очень популярен в Самарской области у абонентов компании Ростелеком тарифный план повременный. И чтобы общаться с близкими и родственниками еще больше, не взирая на стоимость минуты, мы специально сделали эту опцию, которая позволяет по привычной для абонентов стоимости за минуту общения при, опять же, относительно небольшой сумме в месяц, общаться с друзьями и родственниками вне зависимости от города. В преддверии новогодних праздников это становится особенно актуальным, потому что праздники уже не загорали. При подключении опции «Пусть говорят» за 50 рублей в месяц все звонки с домашних телефонов абонентов Ростелекома по России и на стационарные, и на мобильные номера будут тарифицироваться по стоимости местных соединений. Подключить дополнительные опции можно до 31 января 2016 года. Подключить дополнительные опции «Пусть говорят» за 20 января 2016 года. Подключить дополнительные опции «Пусть говорят» за 20 января 2016 года. 6 ноября в Самарской области пасмурно, местами возможны дожди. В северных и западных районах в дневные часы температура воздуха будет колебаться от 0 до 4 градусов со знаком «плюс», восточных и южных – плюс 4,5. В Самаре и Тольятти днем воздух не прогреется выше 3 градусов тепла. Ночью характер погоды существенно не изменится. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду.